Привет всем! Я помню о ваших просьбах сделать джина, сделать сундук, так что начинаем все это дело воплощать в моделях. Если у кого-то есть еще какие-то идеи, вы их пишите и будем потихоньку, я буду показывать в видео, как приблизительно все это дело делать и постараюсь довести эти модели именно до конечной стадии, уже до завершения. Как что делать, следите за видео, если кому-то интересно. Ну поехали! В этом видео давайте разберемся, как сделать сундук. Вы уже, наверное, в программе разобрались и видите, что здесь, в принципе, не так все сложно, что есть определенные манипуляции, которые помогают сделать уйму вещей. И поэтому многие видео для вас, наверное, будут неинтересны, если вы тем более все это дело уже знаете, как делать. Это, допустим, работая с вычитанием, вы это уже, допустим, знаете, вы уже можете понять, как и что можно вычесть, где и какая модель из этого получится. Ну поехали по всем видео, что да как разбираться. Так, сундук начнем делать с куба. Все это дело вот так вытягиваем, как обычно. Edit, make, polymesh. Все это дело, Ctrl-Shift, левая кнопка мыши выравниваем. В принципе, кто уже видео смотрел, можно и не повторяться. Ну, для тех, кто только начинает изучать, не старайтесь сделать какую-то модель по более поздним видео. Начинайте смотреть канал именно сначала. Тогда у вас все станет просмотру видео вот этих, которые впереди. Все на свое место, и вы их уже будете воспринимать совсем по-другому. Так, вот такой куб у нас есть. Включим флур. Посмотрим, x, где симметрия. Вот она. Все, вот с этим делом будем работать. Сначала нужно придать внешний вид нашему сундуку. Поработаем, наверное, резкой. Возьмем Trim Curve. Так. Вверх срежем. И бока немножко вот так вот заострим. Ну, в смысле, тоже подрежем немножко. Вот таким боком. Сильно резать не надо, все-таки сундук. И теперь геометрии и модификация пола геометра. Вот теперь все нормально. Так. Смотрим теперь боковую часть. Что да как. Выравниваем. И можно подрезать еще эту часть. Опять же посмотрим, где у нас симметрия. Ну вот заготовка сундука уже у нас есть. Включаем x. Смотрим опять же, где мы находимся. Вот тут вот. У меня иногда бывает с этим путаница. Так что строго не судите. Ну, теперь нужно сделать все это дело пустотелом. Здесь уже будем работать с вычитанием. Заходим в саптулы. Делаем дубликат. Дубликат. И переключаемся на дубликат. Поработаем немного теперь с симметрией. Я люблю работать с геометрией. Сайзом. Вот этим. Можно тут работать. Это вы уже по прошлым видео знаете. И немножко все это дело уменьшим. Поставим на прозрачность. Так, вот такие стенки нам пойдут. И теперь делаем. Немножко его вытянем. Ctrl Z. Нашупать надо. И с помощью MOV уже тут можно поднять. Отключив симметрию. Дно тоже тонким делать не будем. Смотрим что да как. Вот вроде сундук нормальный подойдет. Так, давайте теперь все это вычтем. Нажимаем вот на этот значок. Переключаемся на первую модель. И делаем. Так, пардон. Сначала делаем первые модели. Dynamesh. Делаем Ctrl W одну полигруппу. И делаем Dynamesh. Смотрим что да как. Все нормально. И делаем второй модели тоже Dynamesh. Геометрия. Dynamesh. Смотрим опять же что да как. Все нормально. Все это дело ставим на вычитание. Переключаемся на первую модель. Жмем Merge. Merge down. ОК. Вот так. И снимаем выделение. Ctrl. Левая кнопка мыши. Вот такой сундук получился. Следом делаем Append. И добавляем опять же куб. Вот так. Отключим прозрачность. Поворачиваем вот так вот. И теперь поработаем. Наверное опять же включим прозрачность. Немножко все это дело подкорректируем. Переключимся на куб. Вот так вот. И теперь поработаем резко именно вот этой вот. Клип цирку. Немножко вот так вот ставим. И вот так все это дело выводим. Вот что-то такое получилось. Делаем теперь этой модели Dynomesh. Ctrl.W. Одну полигруппу. И делаем Dynomesh. Смотрим что да как опять же. Все нормально. Ну и теперь давайте TrimRect включим. И вот так все это дело по модели обрежем по нижней. Вот такой сундук уже получился. Все прикольно. Смотрим как он перекрывает стенки. Все нормально. Отключаем прозрачность. Следом что нужно сделать. Сделать пустотелую вот эту именно крышку. Как будем делать. Опять же вычитанием. Делаем дубликат. Переключаемся на дубликат. И вот это все дело. Опять же в геометре можно сайзом. Чуть-чуть уменьшаем. Смотрим как тут по прозрачности. Так. И с помощью MOV это все дело припускаем. Вот таким вот образом. Предварительно стенки мал-мал выравниваем. Так. Смотрим чтобы все тут было нормально. Вот таким вот образом. Так. Теперь это опять же вычитаем. Ставим вот этот значок. Переключаемся на первую модель крышки. Делаем merge down. Ок. И control. Левая кнопка мыши. Снимаем выделение. Вот и крышка у нас теперь пустотелая. Все нормально. Так. Отключим теперь флур. Включим теперь сундук. И отключим прозрачность. Вот. Что-то такое получилось. Следом. Что можно сделать? Лифтбокс у меня есть уже заготовки. Мои работы. Но можно взять с какой-то моделью. Или череп. Чтобы не заморачиваться. Не лепить. Сейчас я вам покажу. Откроем вот этот вот саптул. По-моему вот этот. И должен вот он. Быть здесь череп. Вот этот череп мы оставляем. Делаем make polymesh. Открываем наш сундук. Смотрим по флур. И теперь вот этот череп на через append сюда закинуть. Жмем append. И вот он наш череп. Переключаемся на него. И надо его теперь найти. Прозрачность включаем. Его тут нет. Значит где-то он в другом месте. Уменьшаем модель. Заходим в геометрии и прибавляем вот это все дело. Вот он наш череп. Вверху бывает такая штука. Как его подтянуть? Вот так вот ставим MOF. И вот так опускаем до нашей модели. Так-то не видно. Но вот он появляется. Так. Теперь все это дело надо подстроить. Посмотреть что да как, где он будет у нас находиться. Вот так. И немножко сайзом его давайте вот так уменьшим. В принципе, если у вас очень много наработок будет. Каких-то рук, черепов и так далее. То вам можно будет делать что угодно. В принципе, не тратя опять же время на изготовление, на лепку. Так. Вот теперь надо его вот так вот подогнать. Вот таким образом. Немножко еще его приуменьшить. И желательно еще немножко его вытянуть вперед. Вот где-то так. Чтобы вот именно челюсть попадала на нижнюю часть. А вот эта вот верхняя попадала именно на крышку. Так. Посмотрим, что у него тут с полигруппами. Вот так вот да. Делаем одну полигруппу. Саптулы. Так. Крышку одну можно удалить. Не нужна. И теперь делаем дубликат. Вот так вот. Отключаем сундук. Ну и давайте немножко поработаем с черепом. Поворачиваем его вот так вот боком. Так. И давайте все это дело теперь обрежем. Нажмем Stream Curve. Вот так вот. Спасибо. 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 Ну и работаем уже обрезкой. Подгоняем как-то. Что-то выбираем. Что-то обрезаем. Вот таким вот образом. Зубы потом доделаем. Что-то подкорректируем. Это уже не проблема. Пока делаем болванку, как всегда. Вот так все это дело опять же можно обрезать. Так. Теперь включаем вторую часть. И вот теперь нужно именно убрать вот эту челюсть нам. Опять же жмем Stream Curve. Сейчас. Спасибо. И вот таким образом обрезаем. Где-то что-то осталось, это не беда. Сейчас мы это включим в сундук и посмотрим, где у нас что находится. Жмем прозрачность. Делор. И вот так вот всё это дело аккуратненько обрежем. Всё прикольно, всё зашибись. Вот такое уж что-то происходит. Теперь делаем ротацию. Вот так вот. Жмём MOV. Отключаем нижнюю часть сундука. И всё это дело вот так вот корректируем. Так, теперь включаем нижнюю часть сундука. И переключаемся именно на челюсть. И теперь надо эту челюсть немножко тоже подкорректировать. Вот таким вот образом. И подогнать её именно вот по нижней части сундука. Вот так вот. Жмём прозрачность. И надо вот эту челюсть тоже прибрать. Здесь уже опять же поможет Stream Circle. Вот так вот. Включаем все саптулы. И вот такая штука у нас получилась как заготовка. Всё прикольно. Всё классно. Вот почему многие показывают скоростную лепку. Потому что вот вроде бы Что здесь такого, да? Заготовку вроде ничего сложного. А ушло именно 22 минуты у меня. Вот на это всё дело. Так что будем... Кому интересно, если вы... Так что смотрите на перемотки. Если вдруг что-то вы знаете, просто перематывайте. А если нет, то... Ну... Так, следом давайте всё это подкорректируем. Добавим потом в следующем видео навесы. Там декор какой-то. И посмотрим, что из этого выйдет. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok